Это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на актировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал такое маленькое изменение за последние 24 часа. Биткоин увеличился на 0,9%. Другие криптовалюты снизились чуть-чуть. Поэтому я бы в целом сказал, что консолидация на крипторынке продолжается. То есть цены продолжают двигаться вбок. Что хочу сказать. Недавно меня спросили, когда я выложил свой обзор, есть ли выборы в США повлияют на цены криптовалют. И на самом деле даже другой участник меня вчера также спросил, когда я выложил вчерашний обзор, тот же самый вопрос. Считаешь ли, что цены на криптовалюты могут повлияться выборами в США? Я, конечно, ответил и сегодня решил, потому что это уже два раза меня спрашивают в последнее время по поводу выборов. Чтобы именно сейчас и ответить на этот вопрос, конечно, я озвучу свое личное видение. Итак, на мой взгляд, я не считаю, что выборы в США, то есть, которые сейчас там идут пересчеты голосов, на самом деле, может быть, они уже полностью закончились и результат уже подтвержден. Но я не знаю, если честно, в деталях ситуацию. Ну, смотрю там на новости, но пока еще не знаю. Но хочу сказать, что, на мой взгляд, выборы в США не могут повлиять на криптовалютный рынок в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Криптовалютный рынок имеет свое направление и оно не может поменяться выборами даже в таких больших экономиках, как в США. На мой взгляд, однако, конечно, в краткосрочной перспективе, в течение дня, в течение недели, может быть, и в течение месяца или двух, эффект может быть, может какой-то эффект практически показаться на графиках криптовалют. Поэтому, что я сегодня сделаю? Вот он практически график биткоина. Давайте посмотрим сейчас коротенько на график на текущую ситуацию. Здесь есть медвежья свеча на дневном таймфрейме, которая остается в пределах тела предыдущей свечи. Если перейти на очень короткий таймфрейм, ну, вы знаете, здесь видно, что сформировалось совсем недавно, несколько часов назад, медвежье поглощение. И сейчас идет практически снижение здесь. Однако, это снижение сразу видно, что если перейти на линейный график, это часовой таймфрейм, то есть очень краткосрочный таймфрейм. Оно в пределах восходящего движения. Вот оно практически восходящее движение. Я сейчас его покажу. То есть, вот оно практически восходящее движение. Все, практически биткоин движется в пределах восходящего тренда на очень коротком таймфрейме, на часовом. То есть, я не считаю, что выборы в США как-нибудь здесь на график повлияли. Это просто движение внутри этого канала. Также, что мы сейчас делаем? Давайте посмотрим, как предыдущие выборы в США повлияли на курс биткоина. Они состоялись в 2016 году, 8 декабря. Вот практически дата предыдущих выборов. 2006 год, ноябрь, 8 ноября. Смотрим сейчас на график. Переходим на дневной таймфрейм. Давайте даже возьмем и свечной график. Убираю здесь эти объемы. И давайте посмотрим на реакцию рынка на предыдущие выборы. Я всегда считаю, что можно просто всегда сравнивать, как практически рынок повел себя ранее на таком же, соответственно, событии. Вот сейчас передвигаем эту горизонтальную линию, чтобы найти этот день. 2016 год, ноябрь, 8 ноября. Вот сейчас мы найдем эту дату. Вот она практически. Давайте посмотрим на реакцию рынка в это время. Вот она практически реакция. Ну, я думаю, что на фоне вот этого графика, который там на протяжении 12 месяцев, не думаю, что эти выборы как-нибудь повлияли на график. На мой взгляд, может быть, в этот день вот здесь была некая волатильность, и она была. Здесь до выборов также практически было некое движение. Если мы допустим, что вот это движение было на фоне ожидания выборов, давайте просто это в самом таком сценарии, в котором мы говорим, да, было влияние выборов на рынок. Давайте посмотрим на это движение. Это 740 долларов, и здесь практически 670 долларов. То есть примерно на 70 долларов в это время поменялась цена. В процентах в это время к этим уровням, там примерно в 700 долларов, 70 долларов на это примерно было 10% от цены. Соответственно, если мы допустим, что вот эти изменения здесь были на фоне выборов США, это те 10%, которые практически мы сейчас увидели на графике. Если мы возьмем текущую практически, вот смотрите, это вообще незаметно потом на графике, вот этот период. Если мы, соответственно, потом возьмем, сейчас возьмем рынок, и текущая цена 13 060, 80 долларов, и вычитаем 10%, допустим, вниз, это минус 1300, то есть получается 12 000, получается 12 000, ну грубо говоря, 300 или 400, то есть это где-то здесь, то есть 12 300 я возьму. Давайте мы возьмем 12 300, то есть вычитываем примерно 10% и добавляем 10%, то есть, грубо говоря, 15 000. То есть вот он некий ориентир, если будет движение вверх на 10% или вниз, допустим, на фоне этих выборов, вот они практически все вот эти линии, которые нам на данный момент нужны, 15 000 и 12 300. Как это практически выглядит, почему исчезла эта линия, давайте еще один раз его добавлю, то есть здесь берем 15 000, может быть я там... То есть, что практически здесь происходит? Если мы возьмем текущий восходящий канал на 4-часовом таймфрейме, или на часовом таймфрейме лучше, давайте на 4-часовом я возьму вот этот более глобальный канал, соответственно, у нас следующая ситуация, вот он восходящий тренд, вот он практически и нижняя часть канала. Все это, соответственно, в ближайшее время, если будет, оно в пределах этого канала, на мой взгляд, то здесь я бы не сказал, и это 4-часовой таймфрейм, я бы не сказал, что выборы в США могли бы повлиять на биткоин и на криптовалютный рынок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, тем более. Еще раз показываю, вот смотрите предыдущие выборы, практически эффект на график, он даже уже не виден, вот он, это здесь, это микроскопическая практически, вот этот диапазон, который я взял, так что нет, не думаю. Однако, что хочу сказать, это мое личное мнение, если посмотреть на экономику США по данным Википедии, примерно 20% мировой экономики приходится на США на данный момент, то есть, одна пятая часть мировой экономики. Конечно, это очень большая доля, поэтому, без сомнений, выборы в США, они повлияют, может быть, на курс евро-доллар. То есть, если взять евро-доллар, и это, может быть, я прокомментирую в следующих обзорах, здесь достаточно интересная ситуация, вот он практически евро-доллар. И здесь есть глобальный нисходящий тренд, который идет, получается, с начала глобального финансового кризиса, то есть, в середине 2008 года. То есть, здесь есть глобальный нисходящий тренд у пары евро-доллар. Соответственно, может быть, выборы могут повлиять сейчас на этот график. То есть, либо здесь произойдет прорыв и движение вверх, либо возобновится нисходящий тренд, учитывая, что мы находимся на линии тренда. И вот, на валюты это повлияет. Но, учитывая, что мы всегда практически анализируем графики и сравниваем их против доллара, то есть, эти котировки, они против доллара, без сомнений, если выборы в США повлияют на курс евро-доллар, то, что я только что показал, и тут будет изменение, допустим, на 10% вниз или вверх, оно в известной степени, те 10% могут перенестись здесь на пары криптовалютные против доллара и, соответственно, против евро в обратном направлении. Но эти 5-10%, которые очень значимы иногда на паре евро-доллар, то есть, на паре евро-доллар, там практически 10-15%, это иногда колоссальное движение долгосрочное. На криптовалютном рынке я не считаю, что эти 10% настолько сильно будут заметны. Там идет своя жизнь, другие тренды, то есть, это совершенно другая практически направление финансового сектора. И поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе не думаю, что эти изменения валютных курсов будут настолько значимыми для криптовалютного рынка. Итак, это мое личное мнение. Каждый уже сам для себя решает. Пожалуйста, поделитесь вашим взглядом в качестве комментариев ниже этого видео. Я вам, конечно, всем желаю хорошего дня, удачи на финансовых рынках, здоровья и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdTripSpa. Продолжение следует...